что-то Гришунин прислал может перестарался теперь как замерзнет еще же не лето не знаю мне нравится молодец сколько труда посмотреть сколько труда да дальше еще одну так это что теперь подсыпает снежку или наоборот отгребает как обрекосы боятся влаги так ладно спасибо игре как трактор а ну правильно игре я только что я я только столик сможет копать снегометр еще не салтай валентина вы же это вы же скажу что на юг называется так Гришунин опять как трактор смотрим точно трактор у меня по крайней мере абрикосы будут вот что здорово так Гришунин каким способом пребывать взросшие деревья если толщина веток 3-5 сантиметра если ветки на высоте 11 полтора сантиметра от земли какие подножки мастерить по осени вместе с веками его подарок семечки груши ажи сортов это будут крайне собственные груши да понятие крайне собственные вы знаете как я делю так подвойные это те которые не годятся в еду привойные это культурное понятно на россию больше привык как они собственные они должны быть какие у них культурные груши в виде семян я их называю корнесобственные почему потому что на них прививать нежелательно для этого есть уссурийские вот так а их можно довести до по отношению ведь дело в том что если бы не я был почти мичуринец но наш покойный друг борис боднар он не только там абрикос или там черешный скотчик вырастил он выделяется груши семечек вырастет вкусные сладкие никаких дикарей и сейчас когда я вросла вместе пакетики там по 10 культурных груш это те же самые лучшие сладкие сорта да зачем я буду сладко когда мне сладкие гнили я их использовал съесть было невозможно а семечки пригодились вот они так корнесобственные потому что есть надежда что даже непривитые культурные семечки дойдут до положения окажутся вполне съедобными может быть часть может быть какая-то часть будет похуже качество какие-то сохранят также уже как повезет вот теперь если вы собираетесь прививать ветки толстенные да еще на такой высоте ну понятно опасно кто бы спорил подноски я не мастерю я такой высоте не прививаю вот а у вас это получается чисто техническая работа чисто техническая она уже от меня не зависит что неважно что я скажу привать и не привать и если есть возможность привить вот но всегда когда привать и взросли деревья получается так она имеет больше скелетной ветки а каждая скелетная ветка имеет сотни веточек если одна из ваших вот этих прививок я такие видел вот не задумываясь вот их 100 он одну привел вторую пятую и 105 получается там даже 10 5 процентов так вот и они так и расти будут это одна ветка если повезет повезет если 2 плода 3 плода 5 плода все если у вас пошла ветка надо чтобы она была ростовая если она плодовая веточка она расти не собиралась она одна из сотен на ней привать смысла нет я вам показывал или не показывал или покажу это была часть видеофильма она снимала видеофильм вот я мужик спрашиваю где ваши яблоки огромное яблони старое она не скелетная ветка но я потом что дописал хотите чтобы это скелетная ветка то есть не скелетная боковая плодовая хотите чтобы она и дальше давала плода еще поросла дальше уже вот это вот спирить что-то и мать а иначе это так и будет я это проходил на другой вот 6 потом 5 потом 3 и все на этом закончится карьера получается когда вы будете не просто привать вам нужно смотреть так вот вот получает 35 сантиметров такой очень сложно перед даже в россии сложно привить ну еще какие-то там умудряется под кору да лучше бы не были тоньше но каждый раз когда же вот эти вы привете 45 но дерево того взрослая но потом она пошла ура надо убирать все скелетные ветки не привитые на себя на россии не будет ну как она будет одна из сотни так и остается от мыши 1 из 50 таки будет там 50 часть вырожая давать она стоит тогда щенковой ноги так идем дальше да пришлось побыть трактором иначе только макушки торчали кстати когда целиком закрывает потом не макушки выторчали чтобы перелывал все автоматик считает что вы не просто вы спасли деревья борис твери бесколетные прививки надо ли привать как можно ближе к основанию ветки желательно не то что можно желательно надо ли отсекать оставшуюся непривитую часть ветки другие ветки которые рядом а это вы потом вы привили и забыли на неделю на два на месяц вот эти прививки закрывайте полиэтиленовую хоть многие против я за полиэтиленовыми пакетами и завязали мешочек вот чтобы она вместе сохнет и лучше приживаемость получается но до жары когда жара все дальше опасно снимается мешочек и вот вы смотрите что дальше видно вот одна привитая остальное не привитая если вы их не уберете к чертой матери она расти толком не будет все равно будет одна из многих придет соседи убирать как конкурентов раны будут все будет ну взялись скелетно приходил тогда терпите до конца так важно ли это вот так второй вопрос короче другие ветки надо будет стекать когда пойдет это вот терапиться не надо вдруг вообще мертвое будет важно ли я сразу или лучше на следующий год значит получается так я противник летних принципе она зараза отрезали каждое ну и что стимулирует развитие почек которые бы до этого спали и спали тех же слепых и как еще называть 5 они успевают возле вот да мы делаем прививку а прививка и обрезка это друзья одной тоже часть ветки чик да еще не просто часть как я пишу как можно ниже к основанию ветки как можно ниже или даже они же как бывает растут вот штампа вот она вот так вот растут ее тоже можно но когда она пойдет вот эту вот штамп чертой матери или это будет скелетная ветка или если моложе то прям целый штамп раз и она пошла вот но резать надо будет или этой же весной вот только пошла а еще весна тогда еще не так опасно растет это вот так вот она ура пошла это отрезали которая конкурент теперь и до осени она должна успеть вызвать или уже на следующий год лето отменяется осень отменяется зима отменяется так ничего мы начали пробовать абрикосы так владимир гражданин владимир а я видел ваши абрикосы где фотографии это же мои подарки я еще в 70 лет не исполнился я сказал я беру подарками только фотографии и до сих пор мне нужны фотографии вот пробовали абрикосы а у меня отдельная папка а этих то как убедишься тебе разница я слышу в сибири ничего нету расти не может а башкирии само собой чтобы башкирии клемат сахар что ли там сами понимаете не бывает идеально сочи без абрикосов мне в голову не пришло сочи я бы сочи бы не вылез я бы тысячу костю взял с собой чемодан и через пять лет у меня был бы то же самое что у этого на урале у ученого ваулина через пять лет ну через шесть через семь уже все было бы в эти сочи потому что из тысячи я бы сразу сотни вырасту в сочи нет абрикосов а башкирии вы идите вы этот свой путь как ярмарк который тоже пробивал кто-то пробивал до север кто-то даю кто-то на запад кто-то на восток так просто первый год поливать приходится сухой до 1 год особый год почему прививка до книга слабенькая она это место вот без она может просто отвалится без воды ну да абрикос он терпит засухи да он может жить даже если не капли воды с неба но это нормальная приход она что абрикос особый мы откуда-то привезли мы его посадили у них корни изувечены они плохо еще это влагу принимает а если прививка так тем более она же вот и так не достается нихрена этой прививки потому что это шок хирургический там вместо этого вместо сосудов каус нарастает который только мешает соку двигаться так конечно это поливать надо так как все а потом на второй год наверное уже не надо ну еще учите я рассуждать как сериционер может на второй год засух тоже надо бы полить это нет хорошо подосадилось только чтобы он не знаешь куда делать ну и сдохнет так они еще не дохнут так как что здесь некоторые культурные абрикосы кончики почернели скотчик прошлого года культурные культурные они могли знаете вот если вы пропали но не из-за этого они могли почернеть вот дело в том что ну был такой момент когда сергей посадил там сотню-две скотчек даже манджурцев пересадил он их не обрезал как я учил кончики все были сухие а так получается какие-то моменты вот как этот чтобы не обрезала кончики были сухие уж как бы я не хвалил манджурский абрикос а при пересадке мне хватило этого ушли в зиму немножко не это и полноценный мороз перехватил вот так и у вас такое тут каждый случай надо изучать отдельно причинного на королевский можно брать уже как плевое работает ну на королевский скажу какой смысл если вас искали королевский королевский это королевский короля заставить работать этим кочегаром настоящий король с короной стороной правит нет вот тебе это сама кочега пойдешь кочегаром работать вы какая-то капризность все-таки каждая прививка это калечение никуда от этого не деться каждая прививка это калечение и получается что он хоть немножко а из этой прививки потерять немножко морозостойкость поэтому когда я так гордо говорю да я там еще сотню третьим этажом привью но это тоже надо мне испытывать надо дальше это не просто так что я захотел вот это необходимость надо совмещать разные видовые деревья так что можно но нужно ли этого сами решать если про яблоки то у меня вес самого крупного будет 347 грамм когда здорово так принимается к рассмотрению все что за 500 грамм как и называется просто в рекорд не вот сняли яблоко а вроде крупные на весы 500 грамм есть прислать ко мне надо же это самое нос утирать железо надо нас утирать чернобаева вот уже это самое матвеево-сомска они уже по моему нас переплюнули тоже не яблоки тоже вообще какая-то фантастика давайте включать так все же казахстан южнее сайногорска всего на тридцать девять минут целью казахстан это та же сибирь это я знаю прекрасно и про бранный полустанок я читал вашего классика так варисово у меня не поняли любящий истин татьяна грешна разные люди просто вы сначала одну потом в другой мир а шапорвали значит любящий истин все таки мужчины прежде не обрадовался мне всегда когда женщина затыкает за пояс нас мужиков я так радуюсь и мне повезло самое главное не повезло что женщина родилась я думаете зря это письмо не письмо а страницу из этого самого нашего друга немытого про цветы про маму так не повезло что мы должны мы мы должны быть снисходительными мы должны женщин уважать даже тех кому не повезло в жизни по поясе не даже упала споткнулась растерялась потеряла что-то там помочь надо не не пальцем показывать помочь надо это вот те сучки которые этих которых вот спор за в школе задраны юбками эти как-то не жалко они все они себя погубят это понятно вот ну это будет потом а вот те кто рядом с нами так трудно особенно женщинам вот я всегда так если где-то женщин чуть-чуть утервано с мужиками для меня праздник я этот самый я не скрывался как называется скажу дамский водник